Тему продолжим с начальником управления комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Ерланом Игенбаевым. Ерлан Еркенович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот скажите, как бы государство, в частности Минсельхоз, местные власти принимают меры, несмотря на это, ну, все отчитываются, что заболеваемость снижается, но при этом болезнь выявляют чуть ли не ежегодно. Почему? Вот что, вот какая главная причина этому? Может, откуда-то завозится? Спасибо за вопрос. Возбудитель брюцелеза является хронической инфекцией, которую в большей части обитают в почве, в воде, в кормах, в навозе. И распространение этой болезни в основном идет от больных животных, сельскохозяйственных животных. Также при ненадолженном уровне введения ветеринарно-санитарных мероприятий. И также культура введения животноводства со стороны владельцев. Это зачастую бесконтрольная транспортировка или без оповещения ветеринарных врачей, осуществление забоя самими владельцами, или своевременного неоповещения о случившем аборте сельхозживотных. Вот случай последний выявили в Западно-Казахстанской области. Что предпринимается для того, чтобы болезнь не ушла в другие регионы, в другие фермерские хозяйства, так скажем? При выявлении брюцелеза положительно реагирующих животных, незамедлительно выдается предписание уполномоченным органам о сдаче на санитарный убой в течение 15 календарных дней. В течение 15 календарных дней этот больной животный направляется на санитарный убой, и после убоя проводится ветеринарная санитарная оценка. Если явно клинических признаков брюцелеза не замечены, то после 12-часовой созревания, согласно ветеринарной экспертизы, реализация... Ерлан Яковлевич, скажите, пожалуйста, вот крайне у меня заключительный вопрос. Как компенсируются убытки фермерам? Можно максимально кратко? Да, максимально кратко, спасибо. Вот при осуществлении санитарного забоя, если явные клинические признаки, то он направляется на перерабатывающие предприятия, оплачивая 70% стоимости. Сельхозживотных – это за килограмм мяса или на живое мясо, а 30% осуществляется выплатом местным исполнительным органам. Ерлан Ягимбаев, спасибо большое, что нашли время для беседы. А я напомню телезрителям, что на прямой связи к нам по Zoom подключился представитель Министерства сельского хозяйства. Министерства сельского хозяйства